МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите программу события в студии Виктория Шарея. Сегодня в выпуске. Скоростные электрички свяжут Самару с Тольятти. Губернатор Дмитрий Азаров провел рабочую встречу с генеральным директором аэропорта регионов. Памятник первому директору Куйбышевского металлургического завода установят в Самаре. В следующем году запланирована комплексная реконструкция площади Павла Мочилова. В Ренинском районе открылся новый каток. Лед опробовали ребята из местной хоккейной команды. Людей встречают по одежке, а города оценивают по аэропорту. Самарский аэропорт Курумыч может стать большим транспортным хабом. Перспективы воздушной гавани обсуждали на рабочей встрече губернатора Самарской области Дмитрия Азарова с руководителем холдинга аэропорта регионов Евгением Чудновским. Как Курумыч может повлиять на туристический потенциал региона? Подробности в следующем сюжете. Первое впечатление о городе действительно приятное. Это отмечают все пассажиры Самарского аэропорта Курумыч. Гостей, сходящих с трапа самолета или готовящихся к отлету, встречает новый комфортный терминал, взлетные полосы и подъездные пути. Очень классный, современный. Я много видела в России аэропортов. Они, в принципе, все сейчас переделываются. Курумыч один из классных. Прекрасный у нас аэропорт, очень чистый, дружелюбный. Большой, светлый подъезд, хороший. К нему можно подъехать. Очень нравится. Вообще сам дизайн, архитектура настроения тоже очень впечатляет. Здесь очень чисто, аккуратно все полностью. Ну, в общем, полностью впечатляет, полностью нравится. Современный, удобный, приятный, чистый, аккуратный. 2018 год стал рекордом для аэропорта. Курумыч принял больше трех миллионов пассажиров. Впервые в истории постсоветской Самары. Поспособствовал этому чемпионат мира по футболу. Самара стала четвертым городом по объему турпотока среди городов-организаторов. Роль воздушной гавани в развитии туристического потенциала региона губернатор Самарской области обсудил с руководителем холдинга аэропорта регионов Евгением Чудновским и Михаилом Берманом, который назначен новым исполнительным директором международного аэропорта Курумыч. В предыдущие годы на протяжении десятилетий у всех восприятий Курумычской области, Самарской как промышленный или военно-промышленный регион. Мощный, разный, индустриальный. Но вот все, что касается, так сказать, туризма, это казалось чем-то очень несерьезным и далеким. Сейчас мы понимаем, какой это потенциал в современном мире. И здесь нам надо просто совместно этим позаниматься. В этом отношении регионы аэропорта очень хороший инструмент для развития туризма. У нас сегодня одна из лучших инфраструктур, которая создана вообще в регионах Российской Федерации, авиационная. На встрече обсуждалось и будущее развитие Самарско-Тольятинской агломерации, одним из центров которой станет аэропорт Курумыч. Минтранс России и компания РЖД уже сейчас разрабатывают проект скоростного сообщения «Самара-Курумыч-Тольятти». Время в пути займет 69 минут. Планируется, что до 1 февраля 2019 года будет сформировано технико-экономическое обоснование проекта. Таким образом, в перспективе аэропорт может превратиться в настоящий транспортный хаб, объединяющий воздушное сообщение, скоростную железную дорогу и автобусную станцию. При этом сам аэропорт предлагается сделать центром туристической деловой активности, использовав старый терминал аэропорта как выставочный комплекс. Эту концепцию, а также другие вопросы, губернатор предложил обсудить на совещании в январе 2019 года. Андрей Горгуленко, События. Памятник первому директору Куйбышевского металлургического завода Павлу Мочилову установят в Самаре. Об этом говорили на выездном совещании по культуре в администрации Кировского района. В следующем году запланирована комплексная реконструкция площади, носящая его имя. Кроме того, будет отмечаться 110-летие со дня рождения знаменитого руководителя. В ноябре уже обсуждали первые варианты благоустройства площади и сроки проведения работ. Напомним, работники завода и жители района ранее выступали с инициативой увековечить имя директора металлурга Павла Мочилова, который в начале 50-х руководил строительством Куйбышевского предприятия. Глава Самары Елена Лапушкина поддержала инициативу и поручила проработать варианты комплексного благоустройства площади и бульвара, максимально освободив площадь от объектов потреб рынка. Как рассказал председатель правления Союза архитекторов России в Самаре Юрий Карякин, место установки и то, как будет выглядеть скульптура, определяют в результате открытого конкурса. Его условия опубликуют в январе 2019 года. И хотелось пожелать, чтобы поиски отличались новизной, каким-то стремлением к переосмыслению вот тех традиционных скульптур, которые сейчас у нас очень много в городе появилось, художественные произведения, малые формы даже, благоустройства, они могут сыграть очень большое значение и в дальнейшем для жизни этого района. От квартирного вопроса до сохранения памятников культуры. Дверь в приемную депутата Госдумы Александра Хинштейна открыта и днем, и ночью. С какими проблемами обращаются граждане к депутату, выслушал Сергей Кизоркин. Они приехали из дубового умета. Директор местного музея, волонтер. В их селе разрушается без хозяйского глаза объект культурного наследия дом крестьян Пониных. Когда семью раскулачили во время коллективизации, там разместилась ветеринарная клиника. После перестройки дом пришел в запустение. Особенность его в том, что он отражает состояние крестьянских семей, крестьянского хозяйства этого периода у нас в Самарской губернии. Они его не просто строят как дом, утилитарного назначения, его еще замечательно украшают. Причем таким вот единым стилем деревянной резьбы по типу нашей городской самарской резьбы. Это тонкая резьба из тонкой осиновой дощечки. Крестьянский дом с изоростцами 19 века в дубовом умете сохранялся нетронутым только один. Музейщики и общественники хотят его привести в порядок и размещать там выставки. Проблема в том, что сделать этого пока нельзя. У дома нет хозяина. Депутат Хенштейн пообещал музей решить эту проблему с главой районной администрации. Волонтеры, помогающие сохранить памятник истории развитием событий, остались довольны. Когда он передается на баланс администрации, уже я могу как куратор фонда подать заявку в благотворительный фонд, просчитать по смете, сколько будут стоить работы, получить финансирование и мы уже непосредственно начнем восстанавливать внешнюю резьбу. Сбор экспонатов идет. На данный момент дом находится в таком состоянии, что занести в него вовнутрь все эти экспонаты можно. Несколько семей обратились к депутату с квартирным вопросом. Один мужчина попал в сети мошенников и остался без крыши над головой. Проблему будут решать в суде. Другая семья с ребенком-инвалидом никак не может улучшить свои жилищные условия. Живут в доме без лифта. Одно из решений поселиться на время в специальном доме для инвалидов, пока будет подыскиваться подходящая квартира. Меры принимаются тут же в приемной депутата по телефонному звонку или с приглашенными чиновниками. Вопросы, с которыми люди ко мне приходят, зачастую в приемную, они достаточно тяжелые. И, как правило, люди приходят уже до этого, пройдя через большое количество кабинетов, учреждений и инстанций. Поэтому решения, к сожалению, приходится находить трудно. И они все, в общем, нестандартные и нештатные. Решаются в приемной депутаты более глобальные задачи. Самарский цирк все же дождется финансирования на реконструкцию. А организация инвалидов Диана списала долговые обязательства и сможет отремонтировать офис. Сергей Кизоркин, Дмитрий Мешканцов, События. А теперь коротко о других темах дня. Брал взятки айфонами. В Самаре завершилось расследование уголовного дела в отношении бывшего полицейского. Мужчина обвиняется в мошенничестве. Как установило следствие, подсудимый в период с мая 2016 по февраль 2017 получил от женщины, в отношении которой велось уголовное расследование, порядка полумиллиона рублей, а также айфон. Бывший оперуполномоченный пообещал женщине, что по ее делу суд вынесет решение, не связанное с лишением свободы. На данный момент уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд Октябрьского района Самары. Автоваз планирует выпустить восемь новых моделей. Завод составил план до 2026 года. Кроме того, планируется девять рестайлингов уже существующих автомобилей. В рамках новой стратегии завод уже провел набор новых инженеров, около 400 сотрудников, среди которых молодые специалисты и выпускники вузов. В этом году на Автовазе стартовали продажи седана «Лада Веста Кросс». Дебютировало обновленное семейство «Лада Гранта», включая седан, хэтчбэк, универсал и лифтбэк. В Самарской области пересмотрели правила организации коммерческих стоянок. В частности, платные парковки запретили делать около школ и больниц. Закон подписал губернатор Дмитрий Азаров. Коммерческие стоянки больше нельзя обустраивать около спортивных объектов образовательных организаций и больниц. Запрет казнулся также территорий, прилегающих к культурным организациям, зданиям органов государственной власти, местного самоуправления и рядом с учреждениями, предоставляющими госуслуги, гласит документ. Несовершеннолетним запретили посещать места, где употребляют курительные смеси с помощью вейпов, кальянов и электронных сигарет. Такое решение приняли в Самарской губернской думе. Законопроект предложила региональная прокуратура, по словам которой, такие запреты уже существуют в других регионах, среди которых Санкт-Петербург и Башкортостан. Кроме того, подросткам также нельзя будет заходить в букмекерские конторы и пункты приема ставок. В новогоднюю ночь и накануне будет ограничено движение транспорта в районе площади имени Куйбышева. Ограничения начнутся с 13 часов 31 декабря и продлятся до 8 утра 1 января. Запрет не распространяется на спецмашины полиции, скорой помощи, пожарной охраны и машины с пропусками. Ограничения вводятся на следующих участках улиц по Чапаевской от Вилоновской до Красноармейской, по Шестаковича от Чапаевской до Фрунзы и на площади имени Куйбышева. Также с 8 часов вечера 30 декабря до 8 утра 1 января будут запрещены остановка и стоянка транспортных средств по Чапаевской от Вилоновской до Красноармейской и по улице Шестаковича от Чапаевской до Фрунзы. Катков много не бывает, уверены ребята из хоккейной команды «Фортуна», что представляет Ленинский район на городских соревнованиях. Возле их дома открылась еще одна ледовая площадка. Спортсмены первыми ее опробовали и вместе с ними их соседи. Андрей Горгуленко забыл коньки дома, но это его не остановило и он вышел на лед. Разрезая наточенными коньками свежий лед, Юрий Альбанов с партнером по районной хоккейной команде раскатываются по площадке. Хоккеисты признаются, чем больше катков у дома, тем удобнее тренироваться, да и больше шансов завербовать новых игроков, ведь их порой не хватает для побед в турнирах. Если будет больше катков, больше людей будет выходить, даже вот такие же люди, как и мы, подростки, то, что будут выходить кататься и хоть что-то будут пробовать, то, конечно же, мы будем приглашать в нашу команду. И будет команда расти, и нам очень хорошо будет это. Неудобно. Каток возле 211-го дома по Молдогвардейской один из девяти в Ленинском районе. Место для жителей уже накатанное, привычное, но в этом году площадка преобразилась. Теперь она сияет и сверкает праздничной иллюминацией, приглашая на массовые катания. В этом году наш архитектор нашего района разработал дизайнерское оформление ледовых площадок для того, чтобы создать вот такой вот красивый облик. Мы надеемся, что этот объект станет украшением этой территории и будет привлекательным для всех жителей. В этом году каток открыли в первый раз. По такому случаю праздник небольшой, но зато семейный и уютный. Жители танцевали, пели, кружили хороводы, а также учились кататься на специальных мастер-классах и вместе смотрели показательные выступления спортсменов. Проверить свои навыки фигурного катания или погонять шайбу с друзьями можно недалеко от дома в каждом районе города. Всего в Самаре в этом году открыто 125 катков. Найти ближайший можно на сайте городской администрации, где представлен полный список. Андрей Горгуленко, Константин Головин, События. В Самаре открылась выставка художника Евгения Штырова. В его картинах объединены история, традиции, быты, мифы славян. Название выставки «Быть добру» очень символично. Эту фразу говорили древние славяне при встрече и прощании. Вся экспозиция это воспевание славянской культуры. На холстах отображены сюжеты из жизни славян. На открытие выставки пришли художники, фитоколористы, историки и этнографы, с которыми Евгений работал. Сейчас все желающие могут ознакомиться с экспозицией в выставочном зале Союза художников России. В общем-то, я уже сознательно определил, где-то с 2000 года определил то, что да, что мне необходимо сказать в этом мире через обряды, через традиции, через быт древних славян, изучая их, в корне изучая, знакомясь с арсхеологами, с людьми, представителями культуры. И вот какие материалы сейчас готовят к эфиру наши корреспонденты. Отметили лучших. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров вручил госнаграды. Корь продолжает шагать по Самаре. Как избежать опасного заболевания? Они тушат пожары, разбирают завалы, вытаскивают тонущих из воды. 27 декабря российские спасатели отмечают профессиональный праздник. На этом наш выпуск завершен. Мы рады вам сообщить, что у нас уже более 19 миллионов просмотров на Ютьюбе. Читайте нас в Твиттер, смотрите на экранах своих смартфонов и планшетов на базе Андроид и Айос. Всего вам доброго и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова